Пожалуй, сейчас самое время и мне сказать свое слово. И вот почему. Украинцы исторически не только аграрная, но и воинственная нация. Нация воинов. Воинов, имеющих оружие. А вот дальше из истории точно известно, что рядом с тем же Александром Македонским был его учитель величайший философ своего времени Птоломей. Он-то и разделял перед Александром, черное и белое, а с тем и меры допустимости в разорении своих и наказании чужих. У нас рядом с воином всегда стояла чернь. Этика величины Григория Савича сковороды не была рядом с воином никогда. Трагедия непризнания того, что на расстрелы в Бабий Яр евреев вели украинцы, что поляков убивали украинцы. Два года тому назад Польский институт памяти был более дифференциален, не 100 тысяч, а 60 тысяч поляков и 30 тысяч украинцев, ибо и поляки, и украинцы объективно говорят о спровоцированной украинскими националистами резне. Была резня, с украинской стороны абсурдно жесточайшая, с польской регулярными солдатами армии Краевой, методично, в ответку. А мы здесь на туре, и далеко не индиго, и телеканала с тоскным пустопорожним задвигом не для нас и не про нас. Джаз, пакетоловка, развод по-киевски от операторов бла-бла-бла, и никаких придурств на предмет инакости нового времени. Все привычно, обычно, сочно, все как всегда, а парни с задвигом пусть не ходят через наш обыденный сирой, но по-воскресному музыкальный крест. Тест окружения, бомж рядом, особенно страшно, когда он ли она тихо кричит, я бомж, и от этого нет настроения, хожу и фоткаю коттеджи. Нет денег ни на что, вообще, шли бы вы за мылом и веревкой, а так отстегнитесь от меня все, принимаю поздравления, теперь я официальный бомж без прописки. Здравствуйте, я девочка-бомж, со мной очень прикольно встречаться, меня не надо провожать домой. Один день бомж, другой королева, потом Бритни Спирс, шлюха, кот, сосна, дылда мускулистая, ботан из Оксфорда, бейсболист, космонавт, шпана. Бомж Иван нашел ноутбук и в первую очередь проверил корзину. Там он и отыскал эту хрень, мол, все, кто не любит меня, вы просто мне завидуете. Сегодня в переходе под крестом меня поразил бомж, который сидел на полу и клацал по кнопкам нитбука, он жил в метро. Каждый день через его постель проходили тысячи женщин. Такой же бомж с хорошей походкой как-то случайно зашел на Киев в Fashion Week и уже через час подписал многомиллионный контракт. А в США появился новый социальный тип, блогер-бомж. И судья Киреев когда-то арестовал Юлию Тимошенко, потому что в то время она была бомж. Зато говорят, бомж, похожий на Ленина, иногда ночует в Мавзолее. А во Владивостоке задержан бомж, подозреваемый в краже труп с холодильной установки городского морга. В Приморском районе бомж пытался завладеть иномаркой. В Волжском бомж прокатился на чужой Ниве. В Иркутске бомж угонял иномарки, чтобы погреться и переночевать. Минский бомж украл колеса стоимостью в 10 миллионов, срезал резину и сдал диски за 300 тысяч на металлолом. Бомж пытался обмануть банк и снять с чужого счета 90 тысяч долларов. Бомж хвастался совершенным в подвале убийством. Вечный охранник бомж, бомж с дробовиком. Румынский бомж повредил ворота Базилики Санта-Мария Маджоре. А кстати Карлсон в Швеции отрицательный персонаж. Толстый бомж, будешь плохо учиться станешь, как Карлсон, жить на крыше. Пугают тамошние родители шведских деток, меняю Украину на Швецию, бомж на ПМЖ, раздельно М и Жене предлагать. Привокзальная припарка, бомж по кличке Интермарка. На ногах соломы жмут, на душе, половы жгут. Он никогда ничего не берет более чем. Он на уступах жизни живет, а иначе зачем? Он в предвершении грядущего дня бродится чем? Могут зарезать его до утра, взять палачом. Могут хитоны святые ему бросить молву. Может за пиво завыть на луну, все одному. Может сорваться с последних границ в грязь мостовой. Может подняться с худых ягодиц, как вороной. Может умчаться в запретную даль к лешему взад. Может без фраков сомнения вести душ маскарад. Но спасают этот мир маленькие мерки чудаков и чудачеств. Пляшут рыночные бабы, а коваренные крабы. На базаре целый взвод будто в черный недород. Вот такая полусвадьба у мясного-то ларька. Нет парней, печали и смальта их на пьянку обрекла. Возникает смутное чувство, дык. А в чем оно, искусство? В чем он розовый дурман? В чем он разовый обман? На прилавке, спинки, шейки и отменные филейки. У прилавка гитарист, весь колонками обвис. Был он некогда афганец, а затем пройдя а то. Удалой себе бывалец баб врачует за бабло. Гривны те ему бросают прямо на пол в коробок. Но, а он их вновь дурманит и уводит в сно в проток. Там, во снах они фигурны, и вальяжны, и легки. С мужиками мчат ажурно в счастье светлые деньки. Было бабы, было вдовы. Гитарист играет клево. Развивая свой фальцет, будет мир. А счастья, нет. Будет бабы, пир горой, но смотрите за собой. Пересердие в жратве, не поможет при луне. Даже в самых чудных снах, пляс ваш вызывает страх. Мужичье вернется вновь, но с упором на любовь. У лотков с филе танцкласс, это конченый атас. На базаре бабий взвод в тучных бебихах гребет. В наливайке те же вновь пьют за радость и любовь. Опущение страны сводит баб на деруны.